так ребята всем привет это новый видос я сегодня покажу вторую часть по обзорам склепов байково кладбище первой части он показал склепы который находится на новой стороне кладбища я сейчас нахожу на старой стороне кладбища так что ребята приятного просмотра и статья у меня появился ну появилась телега ссылка будет в описании хочет подпишитесь потому что я как бы создал и ну вы к я буду меньше появляться уже там все мало когда появляется вот не ставить телег у меня будет самое активное также такое ребята ребята вот это старая часть байково кладбище на этой локации мы были с серёгой я правда не снимал вот решил я заснять ее сейчас подходим склепу такой памятник ангел обойдем мы к сереге к нему подходили как он выглядит этот склеп смотрите эти дверь открыта туда проходят бомжи и типа там спят мы все это были там видели вещь ночи и принципе и сейчас аккуратно подойти так можно посмотреть вот старинный склеп лепнина и вон там он видно символ какой то есть если видно да ребятки вот так выглядит внутри там видите мусорник уже склепа дверьник стоит видимо вот стояла фотография свечи видите камень какой-то сейчас обойдем сзади посмотрим тут принципе на этой стороне я увидел ну склепов 6 старинных сейчас пойдем поближе смотрим вот еще один склеп только он по моему закрыт полностью еще сейчас посмотрим его там дальше есть еще в общем ребята кто смотрит тот респект особо особо информации нету об этих склепах ну кто был захоронен просто 17 18 век вот так он выглядит классно видно хрест хрест красиво лепнина такая и это такое не из не из дешевых склеп так он выглядит сейчас пойдем дальше смотрим на этот склеп более дешевой сказать архитектуры он закрыт вот видите на замок ну тут глухие стены тут окон даже нету видите просто всыпательница такая так пойдемте дальше пожилом склеп архитектора городецкого что пока что времени ну время появилась идея была заснять ну не знал заснять и вторую часть или нет ну мне появилась идея заснял собственно еще одна разрушенная усыпательница среди этих кустерников вот она тоже такая убитая возможно сейчас как-то к ней подойду видите окошко такое но это тоже склеп видимо это немножко увидите фотографию вдали свежая могила или просто так ребята там я не пройду сейчас пройдемся немножко в эту сторону красивый виднеется сдали красавец все я вам покажу разрушенную могилу там дальше потревожены так сказать подойду вот он так выглядит красиво просто очень готично так сказать вот мы тут были с алексеем мишаней г.ф. проводили так вот выглядит все тут ох красиво правда разрушено тут все то какой то является свечи ну мы тут проводили эгф поэтому тут где-то была свеча наша лежала до некоторого времени и и это лампадки это уже кто-то другой принес ладно дальше ну тут естественно мусор никто не какая-то надпись будьте аккуратней вон ребята продвигаемся дальше в общем ребята такая атмосфера сейчас такая кажись сейчас вроде осень знаете такая атмосфера сейчас уже полная зима январь месяц сейчас аномалии такие с погодой происходят что вот можно офигеть да да кстати в эту сторону кладбище не под но не заходил что-то ребята хочу напомнить что в честь кого на названное это кладбище генерал байков он был участником первой мировой войны 1812 года и он короче выкупил этот участок хуторок жил тут а потом как бы когда он умер его превратили к кладбище и вот ребята с 1832 года здесь начали начались захоронения и вот дела кто не знал ну я там в описании писал типа почему и как назвали ну честь кого ну и так напоминаю видео и есть еще вторая часть ну первая часть обзоров на это ну на склеп этого кладбища ну ребята еще один склеп как бы вкопанный в землю видите как выглядит такой хрест с металла вот еще один склеп а может быть и не склеп я не знаю это видимо это новая стенка какая-то вот это старинный склеп тут на некоторых склепах написано усыпательница и фамилия имя там кто а вы видите таблички это кто последний был похоронен на этом кладбище я раньше не знал мне друг подсказал этот факт такую елочку тут поставили весьма необычно как для кладбища этот центральный флот я вам показывал в видосе о знаменитостях которые похоронены на этом кладбище да собственно в виде тоже один склеп он из никаких мусорников не знаю кто бы дальше их отвели я не знаю как бы типа даже к нему не будет дойти не подъехать он просто сплочником закрыт тут видимо были двери как бы их заделали тут вообще нету выхода нету входа он вообще еле заметно этот склеп ну да все же с такой башенкой тут стоит вообще что на главной аллее уже так как то контейнеры стоят неправильно туши блин так ребята так же мы видим вот так склеп вот так выглядят вот они видно решеточка там стена просто мемориал вот решеточка один склеп и там один склеп вот так в гору прям вкопанные и как видим там дальше еще один видите видите там бетонной стенкой также можно заметить склеп он просто уже так могилами застроен как бы и туда не подойти ближе и ступенчато вот так находится склеп потом еще один ступеньки вверх там точно такая же стена и тоже склеп вот ребята еще один склеп находится вдали от всех сейчас видимо окошко заделали чтоб туда никто не заглянул по идее что оно выделяется вот вот так выглядит тоже такая красивая сделана лепнина колонны такие вот он тут выглядит сейчас я вижу видно где стоит а видно не видите и все увидели то увидели сейчас спустимся вниз там церковь уже стоит сейчас спустимся еще вот ребята усыпательница Григора и Натали и Еремьевых 1909 года уже написан слабо видите на некоторых написано некоторых нет тут уже видно кто похоронен какой год 1909 все так 1909 стоит прожил вторую мировую войну так сказать прожил этот склеп дальше так он выглядит наверху вот я показал вам в эту часть я практически Серега не заходил тут вообще ну это вообще склеп и мусорник тоже усыпательница усыпательница и объечный ус в общем там написано ну как бы уже буквы такие не видно но как бы так поближе подойти но не могу как бы можно увидеть так вот ряд склепил склепов тут тоже один склеп копанный вот он видно его но это разрушенный такой этот склеп еще можно как бы заглянуть да вот ну не хочу между могилам там идти там узкий проход и не хочется нарушать покой была возможность я прошел ну тоже развандалины тоже мусорник они не есть хорошо простите закашивать чуть-чуть погода вот еще один склеп тоже замурованный тоже надпись витнеется но не видно вот еще склеп тоже видно что были дверки где новая кладка кирпичей вот еще один склеп покоится ребят просто надо чуть-чуть пройтись тут ступеньки идут памятник аккуратно пройду и тоже видите не могу узкий проем хотел вам показать тут не пройти по моему а вот склеп семьи рафаловских я приблизил слава богу зум есть такой не разглядел бы он наверху тоже виднеется склеп видимо вот он как-то я его не заметил там много могил и я оттуда не дошел тоже похожий на тот что мы видели на старой стороне кладбище начинает холодать к вечеру когда я сюда пришел было намного теплее сейчас уже начинается смеркаться а вот ребята вот мы видим склеп сейчас приблизим и блаженных чистых сердцами чистых сердцами якобы бога узреть но так вот ребята ну в принципе на этом и все да ребятки взгляните на эту атмосферу напоследок такое кто любит и все так ребят вот такой дошел видос я вам сделал вторую часть обзоров на склепы да многие ну много информации нет у них я просто показал как бы что осталось от них многое конечно были вандалами разбиты что конечно обидно ну многие конечно и сохранились правда тел уже у них нет такое в любом случае всем спасибо за просмотр респект за поддержку и до скорых встреч на просторах ютуба до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор напомню до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...